Всем привет! Эль-Фуджайра. Эмират в составе Объединенных Арабских Эмиратов. Столица, Эль-Фуджайра. Площадь 1166 километров. Население, 236 811 человек. 2017 год. В отличие от других Эмиратов, располагается на берегу Аманского залива Индийского океана. Территория Эль-Фуджайра протянулась вдоль залива более чем на 90 километров. Значительную часть территории Эль-Фуджайры занимают горы, подступающие к побережью почти вплотную. Эль-Фуджайра, самый молодой Эмират ОАЭ, первоначально входил в состав Эмирата Шарджа. В 1901 году. Местный шейф провозгласил независимость Эль-Фуджайры от Шарджи, однако Англия признала ее только в 1953 году. В 1892-1971 годах. Территория Эль-Фуджайры входила в состав Договорного Омана. С 2 декабря 1971 года в составе ОАЭ. Шейхи. С 1971 года. Эмиры. Эль-Фуджайры из рода Аш-Шарки, 1876-1936 годов. Хамад Айбин Абдаллах. 1936-1974 годов. Мухаммед бин Хамад. 1974 по сей день Хамад 2 бин Мухаммад. Экономика. В Эмирате нет главного источника богатства и процветания ОАЭ, нефти, зато есть очень удобно расположенный и динамично развивающийся морской порт. Рыболосство и сельское хозяйство являются основными видами деятельности в Эль-Фуджаре. Туризм. Гордостью Эмирата являются песчаные пляжи и гористые мысы, живописные ущелья, множество минеральных источников и зелени, благодаря чему Эмират очень популярен среди туристов. В Эмирате Эль-Фуджайра много достопримечательностей. В горах на автотрассе Шарджа, Эль-Фуджайра расположен традиционный пятничный рынок, предлагающий туристам огромный выбор ковров, произведенных в разных странах, национальные гончарные изделия и сувениры. Здесь же находится миниатюрное здание старейшей Вуае-мечети, построенной в 17 веке. На севере Эмирата находится рыбацкий городок Диба Эль-Фуджайра, который является одним из лучших мест для подводного плавания с трубкой и маской или аквалангом. Бывший дворец Эмиры Эль-Фуджайры, крепость Эль-Хюэль находится в 8 километрах к юго-западу от столицы Эмирата. Самый восточный форт страны, Эль-Битна, 1735 год. Разрушенный форт с небольшим водоемом и пальмовой рощей в Ваде Дафта. Всем пока. Пишите комментарии. Читайте комментарии. Интересные люди расскажут интересные истории. Всем хорошего настроения и удачи. Субтитры создавал DimaTorzok